Донести до современного слушателя красоту старинных народных мелодий непростая задача. С ней отлично справляется молодой эфимский коллектив этногруппы «Ятаган». Музыканты исполняют этническую музыку на редких музыкальных инструментах. Идея создания этого коллектива родилась еще в 2013 году, когда мне доверили в Уфимской государственной академии искусств этот замечательный инструмент «Ятаган». И тогда родилась идея просто собрать реально сильнейших музыкантов в своей области. И вот так появились мы все вместе в одном едином проекте, который впоследствии стал называться «Ятаган». Мы долго искали название группы, и однажды один ведущий нам подсказал, Как называется этот инструмент? «Ятаган». Так и назовитесь «Ятаган». Очень колоритное название, очень запоминающееся, ну и заодно в истории инструмент этот оставить, скажем так. Я играл во многих этнических командах, и этой командой преимущество то, что действительно звучит все в акустику и все колоритно. Ребята очень талантливые, поэтому драйв идет, энергетика идет, есть желание и работать, и играть с ними. Как-то раз на концерте я заметил двух молодых ребят из кафедры башкирской музыки. Это вот Ильдара и Мурата, они исполняли башкирские мелодии на концерте. Было очень так зажигательно, эмоционально. Ну, после чего я подумал и решил поучаствовать в этом проекте. Естественно, я играю на колкубизе, на моренхуре и использую виолончель. Я стараюсь не бросать ее, потому что это мой родной инструмент. Весь наш инструментарий состоит из древнейших этнических инструментов. Колкубиз – это тюркский народный инструмент. Зародился он там, где есть лошади, естественно, у кочевых народов, потому что этот инструмент раньше делали из кожи коня или лошади, из волос, из хвоста волос, струны. Количество разное. Это женская струна и мужская струна. То же, как же на моренхуре, то же самое. Этот инструмент – родоначальник, в принципе, виолончели. Я только играю на курайе, да. Представитель, так скажем, нашего народа. На пятидурочном, да? Да, на традиционном, кстати, играю на курайе, да. Почему количество их не одно, а шесть? Потому что разные тональности, это музыка. На самом деле, курай – это тростник, растущий там за Урали, да, и на Урале. Тростник, он очень хрупкий, его надолго не хватит с транспортировкой. А этот сделан из деревянного шпона разного вида деревьев. И красное дерево, и береза, и сосны тоже. Мы используем в Ятагане всеударную силу. Вот, у нас различные инструменты. Это дарбука, который играется во всех восточных странах. То есть, потом у нас есть табло индийские, есть кахоны, ну и различные перкуссии, которые массово используются в нашем коллективе. Вот этот инструмент, который вы видите, называется Ятаган. И впервые его возродили в 2007 году на кафедре традиционного музыкального исполнительства профессором Айратом Миниахмедовичем Кубагушевым. Этот инструмент пролежал пять лет в Академии искусств. И потом, когда я сюда по приглашению приехал, мне доверили этот инструмент. Он по типу гуслей. И родоначальником является, вероятнее всего, китайский гудженг или китайская цитра. Потому что этот инструмент есть абсолютно у всех тюркских народов. Если это калмыки, то это Ятха. У монголов тоже Ятаган. У хакасов Чатхан. У казахов Жетеген. Название, как вы видите, похоже. Если с тюркского Яткан перевести, то это будет как лежачий, либо Ете, как семиструнный. Как вот Жетеген, например, у казах. Использовался он, делался либо цельным инструментом, либо вырезалась отдельно дека. И натягивались жилки животного. Вместо подставщика использовались бараньи косточки, коленные суставы. Сегодня, конечно, это уже металлические струны. Здесь девять струн на этом инструменте. Он уже немножко расширенный. А подставочки используются деревянные. И с 2012 года мы его стали активно применять. Я его как сольным применяю, так и в коллектив. Первый коллектив, в котором по-настоящему звучал Ятаган. Это этногруппа Ятаган. Второй инструмент используется намного чаще. Это в данном случае казахская двумбара двухструнная. Но также и башкирская двумбара, которая три струны. Этот инструмент является одним из самых древнейших среди тюркских народов. На данный момент мы играем пока что исключительно башкирскую народную и башкирскую авторскую музыку. Но у нас очень много идей, которые, я думаю, мы в скором будущем будем реализовывать. Когда появился коллектив, нам буквально сразу предложили поучаствовать в «Симфонической ночи-2014». Это было удивительно, потому что мы только собрались, и нам уже такой огромный проект предложили, когда больше 12 тысяч зрителей было. В этом году нам довелось поучаствовать в «Симфонической ночи-2015». И впервые в истории этнической музыки Республики Башкортостан этногруппа прозвучала с оркестром. Это тоже было, в общем, как бы ноу-хау. Блестяще проработали над партитурами для оркестра такие композиторы, как Шаурас Агитова и Валерий Скобелкин. Ну и вот мы участвуем в мероприятии Международный фестиваль этнической музыки в городе Уфа. Выпала такая честь открыть это мероприятие. Все-таки нужно как-то сохранить этот этнос и вот эту вот древность, ну так как Башкирия должна быть на высоте, на культурной высоте. Действительно, в нашей команде есть что показать. В команде все солисты, мы делаем все вместе абсолютно. И дай Бог, чтобы коллектив процветал и показывал башкирскую народную культуру не только в Башкортостане, но и за пределами, дай Бог, за пределами России. И дай Бог, чтобы мы эти инструменты, башкирскую народную музыку, башкирскую авторскую музыку доносили до сердец всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok